я иду четко по списку ребят не обижайтесь я сейчас скажу пару слов совершенно не по делу хочу благодарность выразить Новиковым по какой причине я уже Лене говорил вот оказалось так, что их знают довольно далеко и вот я побывав в нескольких в ЦДМ сегодня, дома для молодежи или как они там называются там приходит 5 старушек, редко больше а в тех вот местах, которые вот аналогично вот это я тоже побывал, в некоторых, не буду их называть и как-то все-таки, вот мне больше пожалуй хоть я и редко хожу, нравится здесь их помнят на Урале, их знают на Урале, не знают почему может быть из-за интернета вот в Нижнем Тагиле, где я был совсем недавно прямо сказали, вот скажи им спасибо, мы их смотрим ну, хорошо из летак отличное место в Нижнем Тагиле, хорошо знают да, вот, это первое, второе а вот тут я приношу извинения целых ну не месяц, но неделю я хотел выйти с гитарой а потом понял, когда вот Виталий подыгрывал Андрею, да я думаю, мы в следующий раз сделаем так я подготовил песенку, она называется «Мой февраль», а спою ее в марте а честное слово, вот не смогу сегодня никак есть для этого причина ну, я все слушал, да давайте я переключусь, так я смогу и вначале совсем потустороннее не про нашу тяжелую жизнь сегодня по следу Михаила Яснова знаете такого, да? да, конечно да ревушка-коровушка за столом сидела ревушка-коровушка в потолок глядела и ревела, как ничья с полу до карнизу заливала в три ручья всех соседей снизу то ей в каше молоко, то в варенье пенки а ремень был далеко, на гвозде, на стенке от нее, коровушки, папе с мамой тошно потому что ревушка плакала про то, что ревушка-коровушка за столом сидела ревушка-коровушка в потолок глядела дальше дети и так далее ничего не хочет есть хоть коровушку медалями с головы-то пят обвесить но, но, но то ли рак где просвистел лягушка ли проквакала несчастная головушка все плакала и плакала все рыдала бедная в потолок глядела но в один прекрасный день ей плакать надоело и тогда она вдруг раз раз и кашу съела потому что плакать это труд вы попробуйте хотя бы пять минут пусть меня родители осудят ревушки-коровушки поймут папа день был как пятак надраен и сейчас несет он тяжкий крест папы от Москвы и до окраина знают кто не плачет, тот не ест ну не знаю он станет это повеселее или нет но как-то вот ну тяжко было ей Бог ну и еще одно тогда поскольку вот у меня недавно посмотрел оказался целый на каждый месяц своя песня мы две порепетируем может быть Виталиком где-то соберемся тогда это будет достойней но и много детского вот из детского а его всегда можно читать я недавно был вот где-то ну знаю где был не скажу но все-таки люди вот детское слушают давайте прочту тогда не знаю читал даже или нет но все равно все равно так называется история их много а первое второй случай из жизни автора я помню это исключительно подробно в затылок бабушки прерывисто дыша неладное почуяв я внушал мне неудобно слышишь баба мне неудобно какой дурак скажите будет рад когда его ведут в детсад но что я мог влекомой мертвой хваткой взывать лишь изредка и то с большой оглядкой идем сквозь тернии шипов не различая вот цель достигнута над кем разоблачая меня в значении прямому переносным смеялась бабушка я понял только взрослым и в назидание бабушкам другим я вам советую вообразить картину в соплях бедняга две его ноги в одну надежно упакованную штанину вот так она мне где-то это было наверное ну долго довольно с километр что ли там помню меня водил досадой из дома так ну а теперь давайте другое все таки вот поскольку о жизни было да я тоже хочу что-то о жизни сказать и вот это стихотворение для меня очень важное по крайней мере товарищ Бояринов читал его у меня есть видео читал я остался очень доволен так да 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 видео у меня есть и даже после этого мне что-то там вручил а а написано оно ну вот верьте или нет да в общем полвека назад или может быть чуть-чуть поменьше за темной рекой где скошенное поле и мокрые сташки нахохлились вдали над шапками берез останки колокольни отчаявшийся край одной большой земли прорежет тишину вороны голос хриплый откроется глазам неведомая Русь но старый барский дом где вековые липы заросшие тиной пруд наводят только грусть по улице чужой иду как виноватый здесь выбил вечный след эпохи дикий конь старуха за стеклом в окне под слеповатом к морщинистому лбу приставил ладонь земля, земля моя болят твои увечья без памятных детей безропотная мать не помнящая зла и оправдаться нечем а каяться и вовсе поздно начинать ах материнский кров последний наш хранитель последняя надежда до последних дней не залечить души оборванной нити чем дальше от тебя тем истинно ясней так, все, спасибо ну и Виталик еще не занимать и будет гораздо лучше Виталик, тебе слово даю хорошо, Виталик хорошо, Виталик спасибо